Уникум 21 века 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 там обертон это вот частоту герц определяли что там нашли уникально потом после этого куда-то в книгу записали ну и я уже стал как этот часто их посетитель как наглядное пособие когда иностранцы приезжали там вот меня вызывали ну так наглядно как наглядно посовет таким образом наши в шутку говорили что там вологи там третью связку нашли я думаю что это неправда но сказали что там третий час или что такое связок не вросла в мышцы а вы в стенах этого дома не первый раз да то есть вы здесь знакомы ну да но это было в 90-х годах в начале 90 года значит был у меня контакт с пришельцами ну где в общем то я много говорить не буду об этом и в прессе и в газетах писали там это кому-то надо тот найдет да и сейчас он еще пишут всякие небылицы хорошо а как происходило ваше общение с джуны можете я после всего это после контакта ну вот открылась нет нет мне послали с этого и у меня когда уже работал в оздоровительном центре у меня со здравительного центра значит послали на курсы не на закончить школу джуны таким образом я ну правда закончил я сам курсы массажиста все такое но приехал сюда сначала вроде как-то не очень надо брали но потом я поговорил чуны настоял но она дала добро и у меня а пригодились эти навыки конечно я и сейчас пользуюсь этими манопуляции сидят ну правда что-то и свое появилось это естественно вот ну то что то что интересно то что уникально я так считаю что вот этот самый когда работал в оздоровительном центре потом значит мне вдруг приходит запрет ну после этого я уже это возвращаюсь контакту после этого как запрет запрет конечно клип на татаре телепатические я прихожу к этому ну то что я должен бросить эту работу наставить эту работу прихожу нато прихожая к директору фирмы и говорит так и так мне запрещают работать как мы как мы без тебя ты у нас считается самым сильным и все такое но хотя среди но среди работников там штаб у нас до 25 человек был там значит были и психотерапевты то с высшим образованием и короче говоря медики с высшим образованием ну правда там и медсестры были все вот ну во всяком случае все какие там вопросы возникали шли ко мне за консультацией то есть если у человека есть какой-либо недуг вы своей энергетикой можете приложать ему руки помочь ему ну и не я не прикладываю руки я просто так это наставляю то есть смотрю да ну вот на меня посмотреть можете может быть мне что-то полюсить посоветовать дело в том что посоветовать надо чтобы близко никого не было чтобы не мешалась энергетика на расстоянии на расстоянии на расстоянии там двух метров если вот допустим один кто-то стоит ближе чем это на два метра то уже мешает себе поля я все прогоню мне становится интересно да это ну вот а можно еще такой вопрос вы же чувствуете да вот вы говорите энергетику сегодня здесь собрались хорошие люди с хорошими намерениями вы чувствовали их ну естественно есть ну как в народе говорят что это самое энергетические вампиры но вампиры действительно не существует энергетические эти люди то все разные есть из положительные есть отрицательная энергия но хорошо если вампир он не знает что он вампир а если знает умеет пользоваться это большая беда хорошо спасибо вам за ваши ответы спасибо что поделились на вашей вашим уникальным даром вот спасибо 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 Продолжение следует...